Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте Екатерина. Вы пишите, боюсь любить. Тело мы внутри чувствуем к самолюбимому теплу только положительные эмоции. Он вызывает улыбку, ощущение счастья и мурашки. Вместе мы уже почти два года и скоро приходят с армии. Но периодами бывает такое, что окутывает паника, что тело будто вибрирует, негативные мысли по типу не люблю и тому подобное. Что с этим делать, я не понимаю. Очень усталый. Это сильно влияет на физическое состояние, болит в груди и тому подобное. Не хочу терять человека мысли о том, что он может уйти, пугает. Тяжело, когда мы на расстоянии, очень скучаю. Но вот эта тревога мешает сильно. Смотрите. Первое, что приходит в голову, когда вы... Ну вот, когда читаешь ваше сообщение, это то, что вы пытаетесь волей-неволей как-то, знаете, обесценить свои чувства, вот, к человеку, по той, в общем, простой причине, что вам, ну, банально тяжело. Вам банально тяжело. Находиться в отношениях на расстоянии, потому что, ну, вообще, это крайне непросто находиться в отношениях, ну, в любых отношениях. Находиться в отношениях на расстояниях вообще очень тяжело, и вот такое ощущение, что в определенный момент, в определенный момент ваши отношения стали для вас, ну, чем-то очень, ну, чем-то таким достаточно тяжелым. И вам нужно теперь, вам нужно теперь постараться, ну, убедить, например, убедить себя, допустим, в том, что вам они не нужны. Потому что вам больно, вам больно может быть в них находиться, вот. Реакция, подобная реакция, она вполне нормальная, в этом нет абсолютно ничего такого, да. Вот, но возникает вопрос, чем это связано, да, то есть, чем связана вот такая ваша реакция, почему вы вот так вот реагируете на, там, ну, на подобные вещи. Я думаю, что связано это с тем, что вы в отношениях, с одной стороны, боитесь человека потерять, это накладывает достаточно серьезный отпечаток, потому что, ну, если вы человека боитесь потерять, значит, вы от него зависите. С другой стороны, вы в отношениях с ним себя, вероятно, ну, не замечаете. То есть, вы в отношениях с ним, вы, ну, скажем так, слишком сильно себя, ну, я бы сказал, наверное, обесценивать. Я бы так сказал, вот, то есть, в какой-то момент в отношениях с человеком вам важно вот именно то становится, что он делает. Вам важно именно то, что с ним происходит, а не то, что, например, чувствуете вы, а не то, например, что хочется вам. И, соответственно, соответственно, вам трудно и тяжело. Вот. То есть, с одной стороны, здесь можно говорить про ваши личные границы, которые вами, может быть, не соблюдаются, потому что опыт отношений у вас такой. Да, вот опыт отношений у вас, такой достаточно, может быть, небольшой, может быть, в какой-то степени он у вас тяжелый, а может быть, изначально и как-то вот, ну, направленный, что ли, на, ну, на зависимость, да? Вот, это с одной стороны, и с другой стороны, вы боитесь человека потерять, то есть от него становитесь слишком зависимым, и получается, что ваша, ваша психика, психика пытается себя защитить, вот, пытается себя защитить именно вот через, ну, подобное обесценивание, вот, а сказать, что это ненормально, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, нельзя, вот, я бы сказал, что вполне это, вполне это адекватно, ну, вот, вполне адекватно это реакция, если вам тяжело, то будете вы, естественно, это обесценивать. Будете вы, естественно, защищаться от, ну, вот, от, от такой уязвимости, будете вы, естественно, ну, пытаться как-то ее снизить, да? Вот, и подобное, ну, на мой взгляд, более чем нормально и более чем адекватно. Вот, другой вопрос, другой вопрос, другой вопрос, как вы к этому относитесь, то есть другой вопрос, как вы сами это воспринимаете? Если получается так, что вы воспринимаете вы это как что-то негативное или как что-то угрожающее вам, вот, это одно. Только момент здесь в том, что в этом случае вы продолжаете себя не чувствовать, вы продолжаете от себя бежать, вы продолжаете убегать от своих желаний, от своих переживаний, ну, и, наверное, самое главное, вы продолжаете бежать таким образом от своей, от своей свободы. И в отношениях вы таким образом больше не свободны, нежели чем свободны, да? Вот, и, соответственно, получается вот такая определенная двойственность, что, с одной стороны, вроде бы вы к человеку что-то чувствуете, и вроде бы вы тепло достаточно к человеку относитесь, вот, а с другой стороны, получается, что вам довольно-таки тяжело. Ну, вот, понимаете, да? Вот, поэтому я думаю, я думаю, что если, если и обращать внимание на шпопа, то в первую очередь на вот эти моменты. на свои личные границы в отношениях с человеком и на то, что он для вас значит, вот. на то, что он вам нужен и на то, что вы в нем нуждаетесь, вот, и нуждаетесь вы в нем, ну, вероятно, 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 достаточно сильно, к сожалению. Вот, и, соответственно, это уже может быть, ну, вот, в какой-то степени проблемой для вас. Ну, понятно почему, да? Вот, понятно, каким образом это происходит, я надеюсь. Вот, вот, вот примерно так, примерно, примерно, повторюсь, примерно такая реакция. Вот, и примерно такой аспект я мог бы здесь выделить вам. Вот, ну, выделить, выделить такой момент я мог бы здесь. Вот, понятно, что вариантов может быть много, и то, о чем говорю я, это не единственный вариант. И, ну, я надеюсь, вы сами вот понимаете, что могут быть и другие аспекты ситуации тоже. Вот, но пока что это вот то, что я могу вам выделить. Вот, соответственно, что бы, что бы делал, что бы предложил сделать? Я бы предложил больше внимания уделять именно вот себе. Я бы предложил больше обращать внимание на свои чувства, да? То есть я бы предложил именно вот уделять больше внимания тому, что вам хочется, хочется уделять больше внимания тому, что вам важно, тому, что вам, именно вам самой ценно, и, может быть, больше времени уделять именно тому, чего вы хотите. Не кто-то другой, а именно вы. Вот, тогда вы, в общем и целом, получите реальную возможность что-то в своей жизни изменить. Сейчас, ну, вот, именно сейчас, сейчас такой возможности у вас, как вы можете видеть, на мой взгляд, нет. Сейчас у вас такой возможности просто не присутствует, потому что вы растворяетесь в другом человеке. Вот, и, конечно же, вам тяжело и трудно, конечно же, вам болезненно, конечно же, вам неприятно и тяжело. Вот, и все это, ну, как бы понятно, все это очевидно, но это, тем не менее, следствие, следствие больше, но не причина. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, вот, который вы задаете, и, на мой взгляд, обратить внимание, нужно именно на это. Да, вызывает вопрос, вызывает вопрос, что именно вы чувствуете к человеку, вот, вызывает вопрос, каким образом происходит то, что вы боитесь его потерять, вот, ну, то есть, как именно вы его боитесь потерять, а? Это все вызывает вопросы, безусловно, но начинать нужно именно с ваших ощущений, и работать нужно, на мой взгляд, в первую очередь, именно вот, именно с вашими ощущениями. Вот, уже, когда вы будете лучше себя понимать, когда вы будете лучше себя чувствовать, ощущать, уже тогда можно будет говорить о том, что вам делать дальше. Нет, некоторые, некоторые вещи я могу вам дать сейчас, вот, например, 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 в контексте того, насколько вам интересна ваша жизнь, да? То есть, насколько вы интересуетесь своей жизнью, насколько вас она вдохновляет на какие-то, ну, на какие-то, какие-то вот действия, на какие-то поступки, на какие-то поведенческие, вот. Потому что, если этого не происходит, а на мой взгляд, это не происходит, или происходит, ну, как-то вот, не полностью, да, не полноценно, как-то, то вы будете заменять, вы будете заменять, вы будете замещать, как раз, вот это, вы будете замещать свой такой вот голод, можно так сказать, вот другим человеком. И будете, конечно, бояться человека потерять, вот. Потому что, ну, извините, а если он уйдет, да, вот, что будет, что будет с вами? Какая вы будете, ну, какая вы будете, если он уйдет? Грубоковарно. Грубоковарно. То есть, это все вопросы, ну, на мой взгляд, они довольно, довольно серьезные, эти все вопросы, вот. И, вероятно, вы боитесь с этими вопросами столкнуться. И вот, получается, такая двоякая история, с одной стороны, вам в отношениях тяжело, вы растворяетесь, ваша психика, как мне кажется, хочет освободиться от того, что, вот, несколько ограничивает, да, свободу, а с другой стороны, вам этого не особо-то и хочется, потому что, если это будет, то, извините, а что будет с вами тогда? Вот. И вот в таком, мне кажется, противоречие вы находитесь. И вам тяжело, вот, вам тяжело, и вы не видите выхода из этой ситуации. И я бы сказал, что это, ну, вот, в данном случае, это состояние, оно вполне себе, вполне себе естественно. Вот. Избавляться ни от чего, на мой взгляд, не нужно вам именно избавляться, нужно просто раскрывать. Я думаю, что увеличивать интерес к своей жизни, увеличивать интерес к тому, что вам, вот, самой, было бы важно и было бы ценно увеличение интереса к этому, ну, было бы весьма-весьма хорошим, на мой взгляд, подспорьем для, ну, для вашего, ну, скажем так, движения вперёд. Вот. Вот. Было бы хорошим, хорошей направленностью для дальнейшей вашей жизни. Вот. Потому что, ну, вот, извините, да, в противном случае будет вам тяжело, трудно, и отношения будут для вас вот такими, то есть они будут для вас, ну, скорее негативными, негативными, нежели чем позитивными. Вот. И если вы этого не хотите, а то, что вы этого не хотите, не хотите, это абсолютная норма, вот. Вот. Если вы этого не хотите, то, ну, нужно с этим что-то делать, вот. Я бы сказал. То есть нужно как-то вот с этим работать, сталкиваться с этим, ну, вот, с тем, что определенные проблемы есть, определенные сложности есть, определенные трудности есть, вот. И дальше уже с этим работают, вот. Я бы так, я бы так вам ответил. Я понимаю, что информации очень мало, я понимаю, что, может быть, может быть, я не прав в чем-то, вот, но вы также, на мой взгляд, говорите в том числе еще и про влюбленность, вот. И мне показалось, мне показалось, что вы пытаетесь, вот, влюбленность свою удержать. То есть как-будто бы, знаете как, когда нет сильных чувств, как-будто бы, я уже не люблю. То есть это вот, ну, такой своего рода максимализм получается. Вот, и в нем, в максимализме, на мой взгляд, хорошего ничего нет. Вот, потому что отношения это все-таки, ну, на мой взгляд, опять же, это не максимализм, это не про максимализм, это больше именно про такие более спокойные чувства. То есть, да, вначале, влюбленность, вначале, это норма, но дальше, дальше, так или иначе, влюбленность заканчивается, и появляются, появляются другие чувства, вот. Появляются другие эмоции, появляются другие переживания, появляются другие ощущения, вот. И эти, эти другие ощущения, на мой взгляд, да, на мой взгляд, эти другие ощущения нужно также принимать, потому что, ну, вот, они тоже, ну, как бы, имеют право на ситуацию, вот. Если вы в себе, ну, как-то вот будете пытаться, да, если вы в себе будете пытаться это подавлять, вот, то ничего хорошего из этого не получится, вот. И отношения выстроить, вот, ну, такими идеальными, да, невозможно, невозможно, к сожалению, к сожалению. Вот, а если вы будете пытаться, то будете все время биться, там, условно говоря, по стену, вот. И на это очень много энергии уходит вашей, в том числе, вот. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что откликнулось, что не откликнулось, вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Обращайтесь.